И вот нужно было ему создать такие условия, чтобы он вот в этой комнате, если вдруг придется перед ней сидеть безвыходно, чтобы он не чувствовал себя здесь уж очень плохо. И поэтому строители стали советоваться следующими врачами, Сталин, и они посоветовали вот здесь внести несколько таких секретов. Вот, во-первых, посмотрите потолок, да? И имитация неба, конечно. Посмотрите вот эти розово-белые вафли, да? Почему розово-белые цвета? А потому что психологи говорят, что вот эти два цвета, розово-белые, они действуют на психоподослабляющие, но самые интересные. Вот вы знаете, какой любимый цвет был у Сталиного? Вот у Ленина красный, все знают, а у Сталиного розовый. Вот любил он розовый цвет. И здесь все сошлось. Розово-белые сочетания, вот эта верхушка, имитация неба. А теперь давайте посмотрим, сколько здесь дверей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть. Шесть дверей. В рабочем кабинете Сталина в Кремле было шесть дверей. И здесь создавалось впечатление, что люди могут выходить, входить, как угодно в Кремле. На самом деле дверь только две. Одна вот та, в которую мы с вами вошли, а другая, которая ведет саму зубу. Остальные это все двери. То есть их можно открыть, но там бетонная рубашка. Потому что над нами, вообще над всеми сооружениями бункера, под этим двором, вот если бы мы с вами открыли, да, немножечко открыли, вот асфальтил, асфальтил.